Здравствуйте! Вы смотрите программу Weekend Navigator, программу, в которой мы традиционно рассказываем, как интересно и весело провести грядущие выходные с пользой для вашего настроения. Впереди три летних месяца, наступают каникулы, а значит, к отдыху нужно подойти тщательно и все очень хорошо спланировать. Прежде всего, советуем обратить внимание на афишу городских мероприятий, которые предлагает мэрия. В здании администрации каждую субботу при условии хорошей погоды будут проходить открытые тренировки по йоге. Участников было в прошлом году очень много, посмотрим, как будет в этом году. А на площади Пушкина в 15.00 каждую субботу также при условии ясной погоды будут проходить мастер-классы по зумби. Это будет очень весело и занимательно. Погода ни в коем случае не помешает тем, кто собирается приходить в арт-сквер и в сквер у памятника Горелину. Там будет звучать музыка и классическая, и рок. Выступать будут группы и сольные исполнители. Приходите, зарядитесь хорошим настроением на всю грядущую неделю. Тренировки танцевальные, несложные, простые, эмоциональные. А зумба вообще основана на латиноамериканских танцах. Очень популярное движение во всем мире. И, собственно, у нас в России тоже стало. Вот теперь продвигаем и, скажем так, в Иваново. Можно приходить всем. И детям, и людям пожилого возраста, и молодежи. Это очень популярно везде. И всем полезно, всем советую. Это крутая кардио-тренировка и вообще поддержание здорового образа жизни. Принеси мне лампу. О, величайший повелитель мой! Я повинуюсь и как мог воплотить все три желания. Расслабься, смотри. Вот так! Завертелся круг, я твой самый-самый лучший друг! Вторую неделю прокат штурмует ностальгическая для многих лента. В этот раз воплощенная гениальным Гаем Ричи. Аладдин и его лучший друг Джин на больших экранах покажут вам волшебную сказку. Позволят окунуться в атмосферу детства и восточного колорита. От любимого диснеевского мультика здесь сюжет, цвета и музыка. А от современного прочтения режиссера – динамика, яркость и юмор. Всем в кино! Также продолжает свой прокат фильм «Детектив Покемон Пикачу». Он уже, наверное, завершает. Последние недели будет в прокате. И для взрослой аудитории 30-го часа в прокат выходит фильм «Годзилла 2». Это такой настоящий боевик, экшен. Серьезный фильм, у него рейтинг 16+. Тоже, я думаю, будет интересен зрителям. И мы решили, что в День защиты детей, 1 июня, приурочить 25-летие зоопарка и сделать на территории зоопарка праздник для детей. Это будут три площадки. Основная площадка и две дополнительные площадки, где будут проходить всевозможные мероприятия. Ну а в конце, если погода не подведет, планируем сделать флешмоб, пустить большое количество шариков в небо и громко прокричать «Ура!» и поздравляем с Днем Рождения. Поэтому всех приглашаем. 1 числа, начало в 12 часов. Не опаздывайте. Мероприятие планируется с 12 до 14 часов. В музейно-выставочном центре начал работу проект «Комбинат искусств Ивановская школа живописи XX-XXI век». Представлено более 80 произведений графики декоративно-прикладного искусства. Это не выставлявшиеся ранее образцы текстильного рисунка ключевых фигур художественной жизни Иванова, отражающие многогранную эпоху 50-70-х годов. Интересно будет всем, кто близок к истории родного края и искусству в целом. Музейно-выставочный центр помпезно открыли в День города. Если еще не были там, добро пожаловать. У нас уже четвертый год в этом будет. Это ярмарка добра, которую мы проводим в торговом центре Рио раз в две недели. Кроме своей ярмарки добра, мы еще делаем бесплатный мастер-класс. Мы долго приучали детей, то есть и взрослых, тому, что это бесплатно. Они все привыкли, а сколько это стоит? Конечно, надо же купить и ленточки, и клей, и глазки, и носики, и шить заготовочки, и синтепон. Но мы на это идем, потому что понимаем, что через игру, через вот того, что они эти, как говорится, изделия делают, это какая-то прививка любви, что ли, к животным. Это первоначальная стадия. 1 июня в Олимпе пройдет любительский турнир, Кубок Олимпа называется. Участвуют четыре команды. Турнир приурочен к открытию альтернативной хоккейной лиги в Иванове. Будут любительские команды, такие как Савина, Прогресс, команда Сноваталец и, соответственно, Олимп. Ну, мы хотим, чтобы пришло большое количество болельщиков, потому что играть с поддержкой всегда приятно. Трибуны должны заводить игроков, и игроки должны выкладываться на льду. А теперь поговорим об афише городских мероприятий. Учебный год завершен, и время выставлять оценки. Это и предлагают нам сделать танцоры сразу двух ивановских танцевальных студий. ID-студия представляет свой отчетный концерт в 17.00 в воскресенье в Центре культуры и отдыха. А студия Dance Style представит своих выпускников в 12.00 в субботу в Серебряном городе. Немного поговорим о спорте. Будет очень много бега. В Ивановском районе в воскресенье будут проходить соревнования по спортивному ориентированию. Они стартуют в 11.00. В Энергоуниверситете будет проходить шиповка юных также в 11, но в субботу. Еще одно спортивное мероприятие, забеги, будут проходить в городе Кохма, в местечке Майская горка. Следите за афишей. Ну и, конечно, мы не можем обойти события, которые будут проходить 1 июня. Это День защиты детей. В городских парках будет очень много интересного. На Харенке будет шоу мыльных пузырей и розыгрыш. А в парке Степаново в 12.00 стартует концерт. Приходите и примите участие. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Веселых выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!